Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что дает молодежи участие в выборах? Поддерживают ли избиратели молодых кандидатов и что они сами могут привнести во власть? Об этом говорим сегодня. В нашей студии председатель Самарского союза молодежи Регина Воробьева. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Регина. Прошли выборы в рамках реформы местного самоуправления. Я хотела бы узнать у вас, как вы их воспринимаете? Вообще в чем суть этой реформы? Как вы это понимаете лично? Ну, хороший вопрос, действительно. Потому что понять суть реформы местного самоуправления, конечно, это, наверное, задача каждого гражданина и жителя города Самары и Самарской области. Потому что эти выборы, они особенные. Они как раз и давали возможность нам, как гражданам, проявить свою активную позицию и поучаствовать в этой реформе. Именно называется реформа местного самоуправления. Это когда очень много делегируется внутри района и внутри той квартальной территории, в которой вы проживаете. Вы не просто можете своего депутата потом видеть каждый день, потому что он либо работает где-то рядом, а мы понимаем, что многие кандидаты, они были представлены как раз либо по месту жительства, либо по месту работы. Что близко, да? Ты ходишь каждый день по этим улицам. Ты можешь как депутат потом промониторить, закопали ямку там или не закопали ямку. Ты не сидишь далеко где-то в центре города, да, и руководишь там безымянкой. Ну, я имею в виду законодательному органу власти. И, безусловно, эти выборы, они приближают власть к народу. Это очень важно. И плюс эти выборы еще, они дали возможность обычным людям, да, не имея больших портфелей с деньгами, выдвигаться, быть признанными у народа на этапе там праймерис, да. И я уверена, на этапе поддержки, конечно, 13 сентября, когда жители ходили и голосовали за тех, кому они доверяют. Выборы были однозначно предложены в интересах людей, и мы имели возможность прекрасно 13 сентября выбрать именно ту власть, которая будет работать в наших интересах. Вот это и суть. То есть суть реформы, чтобы внутри вот таких маленьких, да, кругов, участков появлялась власть, которая бы могла на этой маленькой локальной территории вместе с жителями, вместе с гражданами потом участвовать уже в своих маленьких, да, реформах, задачах и так далее. Плюс, как мы знаем, у нас районам будут отданы бюджеты, да. Ты не просто можешь рассуждать, я хочу здесь посадить каштаны. Ты можешь также вместе и на уровне общественного совета этого микрорайона, да, с участием активных жителей. Также депутаты будут потом в будущем собирать вот эти вот слушания общественные, да, и решать вместе с жителем. Друзья, нам нужно в этом квартале сделать, ну, я не знаю, там, детскую площадку, да, или мы с вами все вместе принимаем решение сделать, там, ну, трубы, я не знаю, там, общедомовые в каком-то квартале или доме. То есть это как раз участие граждан в управлении своей жизнью вот в местном сообществе. Очень важно, чтобы эти знания все вот этого реформирования дошли до молодежи, потому что именно этим людям жить дальше. Скажите, вот какая-то работа проводилась по информированию, потому чтобы молодые люди представляли, что происходит. Проводилась колоссальная работа. Мы вообще взяли уже в привычку отрабатывать не только в предвыборный период встречи с молодежью, но и во вне выборные сезоны. Потому что, безусловно, нельзя молодежь только активизировать в предвыборные периоды. Молодежь нужно активизировать ежедневно. Причем желательно даже и не ту, которую посещает различные общественные организации, а обычную молодежь, которая вообще никуда не ходит. То есть они вообще считают, что это не мое дело. Я вот отучился, я сейчас вконтакте посидел, в кино сходил и спать лег вообще. Поэтому, значит, у нас были встречи двух форматов. Первые встречи были с обычными студентами, будем так говорить, которые тоже не посещают, они не являются активом вуза. Мы проводили большой информационный марафон. Мы его проводим уже второй год. Называется он «Твой выбор, твои возможности». Мы с 2014 года эту традицию внедрили. Это когда мы собираем очень крупные молодежные организации, которые работают на территории Самарской области, города Самара. И мы выходим в вуз по графику. Мы составляем определенный график посещений вузов. И вот с обычными студентами общаемся, поздравляем их с началом учебного года. И как раз им говорим о тех программах и проектах, в которых они могут принять участие напрямую. Чтобы они больше с нами общались. Естественно, мы слышим тоже об их потребностях, нуждах и рассуждаем на общей теме. В этом году также состоялся информационный марафон. Большую работу здесь провела и молодежная избирательная комиссия, которая у нас с вами появилась тоже после 2014 года. У нас теперь есть молодежная избирательная комиссия. И мы в тандеме с ней отрабатывали эту тему. И второй этап, не этап, а второго направления встречи. Это когда именно мы приезжали в районы и встречались с молодежью, которая может голосовать 13 сентября. И как раз мы здесь разъясняли реформу местного самоуправления. Потому что ни один молодой человек проще зайдет в социальную сеть, чем на сайт администрации города Самара. И посмотрит там устав, положение, какие-то нормативные документы. Поэтому здесь только путем личных встреч, объяснений, путем того, что мы вместе приходим к общему знаменателю, или зачем нам нужна как молодежи эта реформа местного самоуправления. Встречи были очень интересные. В каждом районе мы провели встречу. А встречу общую, городскую, так ее назовем, это был некий форум как раз молодежных организаций города Самара. Нам очень помог провести глава администрации города Самара Олег Борисович Фурсов, который нас там очень активно разъяснял тоже реформу, объяснял. И ребята могли даже задавать вопросы. И прямо на месте в живом режиме он некоторых в общественные советы по благоустройству определял, по строительству. То есть, чтобы сразу молодежь тоже понимала, что власть это не волшебная палочка, которая вот я хочу, да, сделайте мне сейчас через три секунды. Молодежь тоже понимает и должна понимать, слава богу, и здесь есть очень хороший у нас диалог фиктивный, что это работа, это такие же люди, как и мы. И когда ты уже в общественном совете при каком-либо департаменте, ты понимаешь, что все решения даются непросто. Мы не можем сразу все сделать кардинально. Это все постепенно, это некая стратегия, в которой вот хорошо, что молодежь тоже принимает участие. Стратегия развития города, я имею в виду. Да, 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 потому что когда узнаешь, какой высокий процент желающих молодых людей работать во власти, стать чиновниками, понимаешь, что они и до конца не понимают, что это очень сложно, что действительно и ответственность, и дела, и так далее. Так вот, хотелось бы узнать, в результате вот этой проведенной работы до выборов у молодежи появилось желание идти в эту власть и стать депутатами вот этих районных советов. Были представители, молодые кандидаты вот в этой кампании? У нас порядка 50 вообще шло кандидатов в депутаты до 30 лет. Да, от 18 до 30 лет. Очень многих я знаю по своей работе, по своей деятельности. И могу сказать, что действительно у всех, вот кого я знаю, у них родилось не просто это желание, потому что я хочу, да, или слушайте, что-то так круто костюмы носить каждый день. Хочу костюмы носить каждый день, с ночком красиво. Вот, нет, желание это родилось у них, я думаю, не сразу, потому что, если мы посмотрим, там очень много кандидатов было, кто посещает молодежные совещательные структуры. То есть это такой нулевой этап, да, когда ты можешь понимать, не просто хочется тебе этого или нет, а получится у тебя или нет. Здесь очень важно, чтобы у тебя получилось, потому что депутат – это народный избранник. Ты будешь ходить потом каждый день, как ты будешь смотреть в глаза жителям, да, которым ты обещал, если ты не можешь ничего сделать, для чего. Поэтому очень много ребят, представителей молодежных совещательных структур, молодежный парламент, молодежное правительство, лидеры молодежных организаций, которые, например, те же там добровольческие акции, они не стали их придумывать в рамках предвыборной кампании. Они их делали год назад и два, и три. И молодцы. То есть они получали вот этот социально значимый, общественно-политический, можно даже так сказать, опыт. Они росли и понимали, что они вот сейчас, ну мы все растем, да, хотим развиваться. Что следующая ступенька для него будет, это вот он захотелся попробовать в роли кандидата в депутат. Вот, ну дай бог там, подведутся итоги, они все будут депутатами. Пока неизвестно, да. Пока неизвестно, да, примерно к четвергу, насколько я владею информацией, мы будем понимать. Вот как раз хотела спросить, сколько прошло, потому что есть такая у нас в менталитете особенность, что мы не очень доверяем молодым людям, ценятся хозяйственные качества, качество руководителя, организатора, а молодые люди еще не успевают себя так вот проявить на виду у других. Ну вот ты, я когда тоже участвовала во дворах с жителями, да, в рамках встреч с нашими же кандидатами молодыми, я не могу сказать, что вот, конечно, вот в этих встречах принимало участие более зрелое население. Конечно, мало молодежи выходило, кто живет дома, да, ну по разным там причинам, но тем не менее я не могу сказать, что вот взрослое население говорило там, ты молодой, у тебя не получится, у тебя еще опыта нет, до свидания, да. Такого не было. Наоборот, все... Молодежь поменялась, молодежь стала другой. Молодежь стала другой, да, мы стали более ответственны, стали больше понимать и не просто поверхностно рассуждать, да, а прежде чем сделать выводы, ты должен еще понять, ну, материал, да, на основе которых ты должен свою точку зрения донести до жителя, до, там, человека, до любого. Поэтому здесь, конечно, ребята, кто, ну, обладают трудолюбием, очень потрудились, провели очень много встреч, и все они были хорошие. Ну и потом, если потом они становятся депутатами, дай бог, да, наши молодые, я не воспринимаю вот в дальнейшем работу депутата, например, в микрорайоне, как отдельную, ну, каждую единицу. Я воспринимаю это как работу команды. В команде будет потом и взрослые ребята наши, старшие товарищи, как мы их называем, и молодые. Но неужели у нас взрослые депутаты уже опытные не протянут руку помощи, не научат этих молодых, даже если они где-то не понимают. Да. А теперь о молодежи голосующей. Вот есть тоже такое мнение, что молодежь на выборы голосовать не ходит, или ходит в очень таком небольшом количестве. Вот сегодня тенденция как-то переламывается, или все так и есть? Молодежи не до этого. Я бы не выделяла вот в эти выборы молодежь, как категорию, которая не дошла, или мы не добрали. Мы с 2014 года еще на выборах губернатора очень много с молодежью отрабатывали именно вопрос, зачем нужно ходить голосовать. Вот зачем? Не за кого, а зачем? Как это влияет на общую систему даже финансирования нашего субъекта? Как это влияет на уровень участия нашего субъекта в федеральных программах? И так далее. И, насколько я правильно помню и услышала, губернатор наш Николай Иванович, он в театре оперы и балета отметил две категории. Это ветераны и молодежь. Поэтому в 2014 году явка была у нас очень хорошая именно по молодежи. Ну, наверное, есть такое, да, кто-то не доходит. И это понятно, что молодые люди не совсем иногда осознают в большом масштабе для чего и зачем. Но не нужно на этом как бы ставить такую, я не знаю, черную метку. Нужно работать по повышению электоральной активности молодежи. И двигаться дальше. Вот что мы и делаем. А вообще студенчество и вузы, в частности, это территории свободные от политики или нет? Вот когда проводятся все эти кампании, вот такие политические курсы различных партий, они как-то будут свободны. Абсолютно свободны. То есть у нас абсолютно нейтральные встречи. Мы на наших встречах никогда не говорим за кого и не называем фамилии партии. Да, вот это очень важно, что молодые люди... Потому что наша цель состоит в одном – поднять электоральную активность молодежи. Все. Другой задачи нет. Поднять их гражданскую активность. Другой задачи нет. Раскрыть им те возможности без политического окраса. Вот, например, я руковожу организацией, у меня организация не политическая. И я не состою ни в какой партии. И организация у меня не политическая. И организации 20 с лишним лет никто меня не может обвинить. Вот у вас сейчас звонки будут. Если что, пусть позвонят и отвечу. Никогда за 20 с лишним лет мы никого не вовлекали ни в политику, ни в какие-то вот такие процессы политические, да, никогда ни с чеми флагами не ходили. Ну, это замечательно. Я хочу обратить внимание телезрителей на то, что мы в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы нашему гостю на тему прошедших выборов. Может быть, у вас есть свое мнение. Ждем ваших реплик. Так, пожалуйста. А вообще вот хотелось бы выяснить, чем привлекает власть молодежь. Вот почему молодежи ценно, ну, что ценно вот они видят во власти. И для них в чем польза. Ну, не всех, кстати, привлекает. Не всех, не всех привлекает. И слава богу. У нас в последнее время очень хорошо стала подниматься промышленность, да, в плане инновационных каких-то проектов. И вот очень много у нас сейчас тяги к инновациям, к молодежному предпринимательству. То есть сейчас я не могу сказать, что вот каждый в третье мечтает стать чиновником. Был такой период, когда прям все во власть хотели, все во власть хотели. Сейчас время расставило все на свои места. И некоторые из них вообще понимают, что чиновникам, наверное, в этой жизни быть хуже всего. Потому что в тебя постоянно летят какие-то камни, ты постоянно делаешь не то. Всегда у нас люди, ну, недовольны, да, что бы ты ни делал. Поэтому, ну, никто не хочет для себя такой неприятной эмоции, да, на работе. А те, кто хочет, и, как я уже говорила, да, они себя попробовали в молодежной совещательной структуре. Те, кто потом понял, да, что он не дорос до кандидатов в депутаты, они стали членами общественных советов, где чуть-чуть другая нагрузка пойдет. А потом, ну, может быть, через там какое-то время они могут захотеть стать кандидатами. Тот, кто понял, что дотягивает до кандидатов в депутаты, не пошел в общественные советы, он пошел в кандидатов в депутаты. Здесь важно в самом себе найти баланс своих хотелок и своих умений. И тогда будет в десятку сработано. Вот лето для студенческой молодежи, это время отдыха, ну, почти. Ну, лето закончилось, сейчас мы в осень вступили, и все-таки. Или есть все-таки какие-то яркие такие мероприятия, которые объединяют молодежь, в которых она себя проявляет активно, вот в губернии, что происходит в последнее время? Было такое? Очень много, что происходит летом. Кроме того, кроме лекций по реформе МСУ. Конечно. Лето у нас, каждое лето насыщенное, только лишь, наверное, потому, что в июне месяце именно в Самарской области проходит молодежный окружной форум ИВЛГ, да, он уже стал у нас международным. Форум имеет уже постоянную прописку на территории Самарской области. Поэтому у нас студенчество готовится на форум, они приезжают с своими проектами. Ты не просто захотел и приехал, да, ты должен на одну из там семи-восьми смен, как мы выбираем по направлениям, заявиться с каким-то предложением, инициативой, с проектом для того, чтобы принять честь и в форуме. Естественно, июнь — это вот месяц, когда все готовятся к ИВЛГе, потом на ИВЛГе, потом все отходят от ИВЛГе, потому что это эмоции, это встречи, это молодежь со всего округа, который собирается, это проекты, которые выиграли, и мы, естественно, как бы курируем этих ребят, кто с проектами выиграл. Потом у нас очень большая была акция межрегиональная, в ней участвовали и студенты среднего специального образования, и высших учебных заведений. Это уже второй год акция «Мы вместе», когда наши ребята собираются, уезжают в Крым и помогают нашему подшефному району, Сакскому, делают очень много добрых дел, очень много. Вот недавно мы подводили итоги, я тоже у них была на мероприятии, все молодцы вообще. Это вот большая волонтерская добровольческая акция, в которой собрала тоже студенчество, ну, всех уровней, да. У нас очень сильно добровольческое движение развито, поэтому вот на дне флага 22 августа это не просто праздник, это еще и большая подготовка волонтеров, которые помогают сделать этот праздник, делают флешмобы. То есть это постоянная работа вот такая проходит. Да, но это хорошо, что лето не становится таким временем совсем отдыха и отвлечения. И как подтверждение предлагаю посмотреть телезрителям сюжет, который сняли мои коллеги с парада студенчества, который тоже недавно состоялся. Мы его посмотрим, а потом продолжим разговор. В два часа дня тысячи самарских студентов и преподавателей собираются на улице Молодогвардейская. Каждый вуз со своим флагом. Колонны идут до площади Куйбышева, где первокурсники приносят клятву преданно служить науке и своей альма-матор. Клянемся! 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 На самой большой площади Европы самарских первокурсников посвящают студенты. С этим их поздравляет губернатор. Все больше выпускников выбирают для продолжения обучения вузы Самарской области. В этом году уже 86% из них, в том числе 1353 медалиста, остались учиться в регионе. При этом значительно до 30% выросло число поступивших в самарские вузы абитурентов, проживающих в других регионах России. Я шла в самом начале, для меня это гордость такая за город, за мой университет. Я очень рада, что такие мероприятия у нас будут проходить. Я надеюсь, и на следующий год такой же будет. Это было очень приятно. Такая сплоченность, такая энергия. Все студенты, правда, вслились в одно просто. Весь поток сильный такой. Я очень рад этому. В Москве парады студенчества проходят уже 14-й год подряд. Теперь такая традиция появилась и в Самаре. Да, действительно, время студенчества самым ярким остается в жизни, самым таким креативным, творческим. Время дружбы, любви и так далее. Я хотела бы узнать, как это выявляются вообще лучшие студенты? Вообще в понятие лучшие студенты сегодня что входит? Потому что критерии, наверное, меняются. Что было там 20, 10, 50 лет назад, какие были студенты? Есть, конечно. У нас есть центральный проект, центральное мероприятие, которое проходит каждый год в Самарской области. Это конкурс для студентов, который так и называется «Студент года». Там есть различные номинации. Ты можешь себя проявить как студент года в номинации «Спорт». Есть творческая личность, есть интеллект года, и есть, естественно, гран-при, как самая наивысшая номинация. И, безусловно, наши студенты каждый год принимают участие в этом конкурсе. Это самое топовое, наверное, событие вот такого масштаба, когда действительно мы, с одной стороны, выявляем лучших, с другой стороны, кто выявляется лучший, тот, безусловно, ну это такой старт к дальнейшим победам, да, что помогает самому студенту дальше идти, это рывок такой. И для тех, кто не прошел лауреатство, да, это есть над чем подумать, на кого, может быть, быть похожим, где себя подтянуть и принять участие в следующем году. То есть возможность есть у каждого. Это замечательный региональный наш этап. Вообще, это всероссийское мероприятие. Во многих субъектах проходят такие конкурсы. И мы буквально вот две недели назад, 6, по-моему, 5 сентября, подвели как раз итоги студент года. Нужно отметить, что губернатор наш каждый год находит время, приезжает и вручает гран-при нашим студентам, присутствует на всем мероприятии, сколько бы оно ни шло, там, 2,5-3 часа, потому что это церемония награждений. Каждая номинация, это достаточно длительный такой этап. Плюс они некоторые еще в микрофон говорят, это как Оскар вы получили, вот, и спасибо там моим родителям и так далее. Вот, поэтому здесь очень у нас такой четкий тандем отработан, поэтому, ну, молодежь имеет возможность сейчас быть лучшими, быть лидерами, это правильно. Нужно отметить, что они очень трудолюбивые у нас сейчас. Я вот, ну, какой год подряд уже являюсь представителем жюри именно в номинации гран-при студент года. И прежде чем, конечно же, выявить лучших, ты должен посмотреть лучших из лучших, кто они. И там с топками, естественно, заявки, портфолио на себя они оформляют, все свои достижения описывают. Я, там есть такой раздел эссе, то есть, ну, про себя, да. И другой есть раздел, почему я достоин быть студентом года. И вот очень интересно читать вот это все, несмотря на то, что у нас все члены жюри очень занятые люди, но мы всегда приезжаем в Самарский дом молодежи, находим время и каждого прочитываем от корки до корки. Потому что, ну, ты знакомишься, ты понимаешь динамику роста этих студентов. И вот почему я говорю, что они трудолюбивые. И какой год, отмечаю, возьмем там любого кандидата по этому конкурсу студент года, он и поет, и танцует, учится хорошо, потому что они прикладывают зачетку, ну, копию зачетной книжки. Там практически одна четверка, остальные все пятерки, допустим. Он и помогает там в волонтерском клубе, или там в добровольческое движение еще ходит. Но там такой спектр просто, что вот так спланировать свое время, вот так вот все для себя скомпоновать, это могут только сделать, я считаю, трудолюбивые, замотивированные и априори успешные люди, потому что они не боятся брать на себя эту нагрузку. Они молодцы вообще все. И вот на будущее у нас с 13 по 18 ноября, это уже как бы анонс такой, вот в сюжете парень говорил, что про парад студенчества, да, мы стали таким единым потоком, единством. Вот действительно такие мероприятия, они формируют абсолютно единый режим, я имею в виду эмоциональный, да, единый дух. Вот, и что нужно отметить, у нас вот с 13 по 18 ноября Самарская область станет тоже таким сердцем для всего студенчества России. Мы как раз с вами будем проводить два мероприятия больших, они будут параллельно идти, и мы из этих двух мероприятий сделаем единый контент, потому что действительно единое студенчество в России и в Самарской области тем более, и мы будем проводить уже финал, всероссийский финал национальной премии «Студент года». Вот у нас был региональный, о котором я рассказывала, а это к нам все приедут, мы будем национальную премию здесь вручать, финальную, всероссийскую. И будет большой форум студенческий «Россия студенческая». Это очень важно и нашим двум вузам, именно Министерство образования и науки Российской Федерации, доверило проводить вот такие два мероприятия. У нас Россия студенческая будет оператором, так назовем, Самарский государственный экономический университет, а в «Студент года» Самарский государственный аэрокосмический университет. Вот у нас будет два таких оператора. Но, естественно, во всех этих двух мероприятиях будет принимать абсолютно студенчество с разных вузов. Здесь мы никому не отказываем. Можно быть волонтером на этих мероприятиях, можно войти в состав любого комитета. Как раз вот Самарский союз молодежи будет возглавлять региональную дирекцию двух мероприятий. Еще будет у нас такое событие. Да, очень интересно. Хотелось бы узнать, какие молодежные движения являются сегодня самыми массовыми? Какие вот направления, по каким направлениям молодежь сегодня движется, активизируется и так далее? Ну, учитывая, что у нас в стране проводятся очень масштабные спортивные события. И безусловно, это волонтерство. Да, потому что я тоже думала, что это волонтерство. Потому что именно спортивные мероприятия, начиная с Сочи, привлекли очень огромный поток людей, которые желают быть волонтерами. Волонтерами, добровольцами. Тут неважно, какой я сленг использую. Потому что волонтеры почему называют? Потому что на международном уровне у вас будет сленг «волонтер». Это на любом языке. Волонтер, понятно, кто это. Безусловно, для нашей страны более близко название «Добровольцы». Поэтому я так миксую эти два названия. Но, тем не менее, у нас универсиада была, где было задействовано очень много студенчества, именно тоже в качестве волонтеров. В прошлом году, в 2014, мы с вами проводили 22-й Всероссийский фестиваль российского студенческого творчества, российская студенческая весна в Тольятти. Там тоже было очень много. Там было порядка 500 наших самарских волонтеров. Безусловно, волонтерство набирает обороты. Учитывая, что в 2018 году будет чемпионат мира по футболу, это тоже очень актуально. И уже совсем скоро Самарский дом молодежи объявит как раз набор, по каким критериям, какого возраста ребята будут приниматься на определенную школу. Потому что волонтер тоже не просто захотел, у тебя есть время, минутка, пошел, помог, потом пришел. Здесь очень много еще обучающих программ, для того, чтобы ребята понимали, да, особенно вот если спортивные мероприятия берем, они же там многие помогали судьям. То есть, чтобы судье помогать, ты должен разбираться, в каком виде спорта этот судья судит. Извиняюсь за тавтологию. Ты должен изучить чуть-чуть, тебя должны научить и так далее. То есть это большая тоже работа. Вот несколько месяцев назад был дан клич, так скажем, к возрождению Тимуровского движения. Ну и... Ну и... Даже Тимуровского, где маленькие дети совсем вот как бы призываются к такому движению. Я хотела бы вас уточнить, вы чувствуете вот такие тенденции возврата к советским традициям и ценностям? Ну вот о чем это говорит, что вот нет-нет, и мы вот в прошлое возвращаемся? Нет, мы не возвращаемся абсолютно в прошлое, абсолютно мы никуда не возвращаемся. Мы берем, скорее всего, те, ну назовем киты, да, те ценности базовые, которые хороши и очень эффективно работают во все времена. Это не значит, что если мы из Советского Союза там взяли что-то, да, не знаю, там, детскую организацию единую, которую тоже, да, была тема, предлагали, вот, то это плохо. Мы ее переформатируем в современное законодательство, в современные условия. Мы проведем... И в прошлый раз, когда эта тема вот начиналась, мы проводили очень много, ну, вопросов, анкет таких у родителей. На самом деле родители абсолютно не против. Абсолютно. Ну, то есть это... Что-то похоже на пионерию, да? Что-то похоже на пионерию, да. Здесь очень много есть мнений, безусловно, как и в любом вопросе, но учитывая, что у нас сейчас практически в школах отсутствует продленка, да, и вот ребенок просто идет потом домой, если он не занят факультативами там или чем, но факультативы у нас не все заняты. И если нет вот такого роста внутри школы, помните же, ты там пионер, потом ты комсомолец, а октябренок, пионер, комсомольцы и так далее. Тоже кадровая школа. Почему бы не переформатировать, не знаю, название современники, естественно, добавить тех инноваций в педагогическом плане, которые сейчас есть, а сохранить, ну, каркас идеи? Я ничего в этом плохого не вижу. Понятно ваша точка зрения. Скажите, пожалуйста, а существует ли вообще такая стратегия воспитания не только молодежи, а начинать нужно с детства, наверное, воспитывать детей? И какие направления там существуют и основные? У нас в начале 2015 года Общественная палата Российской Федерации и Естественное министерство образования и науки Российской Федерации предложили такой документ, и все субъекты активно очень обсуждали. Этот документ называется «Стратегия воспитания детей до 2025 года». И срок определен даже до 2020 года. Она, безусловно, обсуждалась очень долго, но до сих пор она пока находится на этапах обсуждения. Вот. Но я думаю, что этот документ будет обязательно проработан, потому что мы, когда вот в Самарской области тоже обсуждали, у нас выступали представители разных ведомств, кто занимается детьми. И очень нужная, очень правильная постановка там вопросов, вообще вся такая концепция этой стратегии, очень правильные заложенные направления, потому что, ну что такое стратегия? Стратегия — это нечто общее, что определяет вектор. Да, да. А потом уже, чтобы стратегию реализовать, нужно, естественно, сделать программу действий какой-то, да, или по каждому пункту, или общую. Механизм, через что. И очень хорошее направление там были, это воспитание трудолюбия. Да, действительно. Вот прививать вот эту любовь к трудолюбому. Вот там был целый раздел. Это мне очень понравилось. Там очень большой раздел «Прививайте к детям культуру». Тоже важно. Мы даже сегодня сами вот говорим после выбранного этапа. Это же культура тоже ходить на выборы. Это культура поведения граждан. Это должно быть нормой. Это не должно обсуждаться. Это гражданская зрелость. Пойти и принять участие в выборах. Да, согласна с вами. И последний вопрос, только очень коротко. Выделите проблемы молодежи, которые существуют на сегодняшний день. Вот просто вот. Ну, безусловно, это трудоустройство. Несмотря на то, что вакансии есть, но не всегда они желаемы у самой молодежи. Безусловно, это инфраструктура в сельских районах Самарской области. Ну и, скорее всего, жилье для молодых семей. Это тоже очень важно. А вот вопросы наркомании, употребления всяких таких веществ? Ну, статистика есть, но я вам... Ну, это в топ таких первых проблем не входит. Спасибо, Регина, большое за участие в программе. Плохо, что мы закончили на такой проблемной ноте, но нужно их решать. Чего я вам и желаю. Работы. Активности, да. Эффективности в работе. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин